Неделя спорта Зелёный фитнес Зелёный фитнес Идея создания зелёного фитнеса И согласно этому рейтингу по итогам сезона каждый участник, ну то есть самый активный участник получит велосипед. Бесплатно, просто занимаясь спортом Наша большая цель Вовлечь 1 миллион участников 2020 года Мы к этому постепенно придём Будем выполнять планы по площадкам Чтобы у нас было много участников Знаете, конечно же, бесплатно Мы активно про них говорим в социальных сетях В интернете, в радио, газете Подключаем все источники И самое главное, что нашим участникам все это нравится, и они рассказывают другим. Зарафанное радио, оно тоже работает. В скором времени зеленый фитнес пройдет в парке Урицкого, у центра семьи Казань и в Горкинско-Аметьевском лесу. Фестиваль собирает людей совершенно разных возрастов, ведь занятия спортом на свежем воздухе не только улучшают физическую активность, но и повышают настроение. Екатерина Галичева, Диана Хайрулина, Неделя спорта. Теперь о спорте номер один в мире. С 14 по 18 июня в Санкт-Петербурге состоялся финал Ассоциации студенческих спортивных клубов России по мини-футболу, где триумфатором выступила сборная Казанского федерального университета. Наш корреспондент Ксения Сурова подготовила материал о поездке наших ребят в северную столицу России. Что там было, смотри прямо сейчас. Сборная студенческого спортивного клуба КФУ стала победителем Всероссийского чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России по мини-футболу. Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня. Организатором выступил Студенческий спортивный клуб Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. «Кронкверские барсы» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Четыре дня команда из восьми федеральных округов боролись за право быть сильнейшими игроками в стране. К участию допускали студенты, магистры и аспиранты очной формы обучения в возрасте от 18 до 30 лет. За честь Казанского федерального выступали Михаил Копытов, Тахир Сайфудинов, Ренат Менгалеев, Михаил Сысев, Владимир Гиздатов, Алмаз Избасаров, Айнас Хроматуллин. Интересным фактом является то, что в состав команды входят исключительно студенты и аспиранты института физики. За плечами этих ребят уже множество успешных матчей на окружных турнирах и победы на первенстве КФУ. Команда Казанского федерального начала свой путь к победе с матча с СССР «Сенатор» со счетом 3-0. Затем ребята обыграли кронкверских барсов со счетом 2-0. Команда КФУ показывала все, на что она способна, и следующим шагом на пути к первенству стала победа на СССР «Морские волки», которые представляли город Керчь. Игра закончилась со счетом 5-0. По итогу в финальную четверку вошли команды КФУ, Север, Папортник и Сенатор. В полуфинале казанцы побеждают сборную Север из Ханты-Мансиско. Следующим этапом стал матч с пятигорским Папортником за звание чемпиона. Сборная КФУ смогла обыграть своих противников СССР «Папортник» с убедительным счетом 5-0, став победителем и золотым призером турнира. Папортник забрал себе серебро, а бронза досталась москвичам СССР «Сенатор». Отдельно отметили некоторых игроков нашей сборной. Так, Владимир Гиздатов стал лучшим вратарем чемпионата, а Техер Саифудином – лучшим бомбардиром. Команда была награждена памятными статуэтками и переходящим кубком победителя чемпионата АССР «Россия». Надеемся, что кубок останется в Казани навсегда. Ксения Сурова, «Неделя спорта». Турнир по мини-футболу завершен, а вот Кубок Конфедерации стартовал. В матче открытия встречались сборная России против сборной Новой Зеландии. Хозяева турнира смогли обыграть гостей из «Океании» со счетом 2-0, а уже на следующий день сборная Португалии с Криштиан Роналдо в главной роли встречались со сборной Мексики. Многие болельщики думали, что матч завершится со счетом 2-1 в пользу Португалии, а вот и нет. Мексиканцы передают привет вашим ставкам и сравнивают счет на 92-й минуте. 2-2. В группе «Б» сборная Чили обыграла сборную Камеруна 2-0, а в Сочи была настоящая феерия. Голов 3-2 в матче сборных Германии и Австралии. Победа на стороне чемпионов мира. И вот он долгожданный момент. Сборная России сейчас занимает первое место в своей группе. У них в активе три очка, следом Португалия и Мексика, замыкает квартет А сборная Новой Зеландии. В группе «Б» на первом месте сборная Чили, следом сборная Германии. Верим в сборную России и приходи на матчи Кубка Конфедерации. Начинаем знакомить вас со сборными Казанского федерального университета и открывает данный марафон фитнес-аэробика. В чем суть данного вида спорта, как проходят тренировки и как проходят сами соревнования, узнаете в сюжете Альбины Нуриевой. Спорт всегда находится в развитии, и в последние годы можно наблюдать его заметное расширение и усовершенствование. Сегодня мы поговорим о таком направлении, как фитнес-аэробика. Оно уже давно развивается во всем мире и не так давно появилось в Казани. Основоположником этого вида спорта в нашем городе является Лариса Маслова, она же президент Федерации фитнес-аэробики Республики Татарстан. Если федерация аккредитована Министерством спорта Республики Татарстан, то федерация может подавать ходатайство либо в Комитет по делам детей и молодежи, либо в Министерство спорта на присвоение разрядов своих спортсменам. Своими силами она развивает этот вид спорта и привлекает как можно больше людей. Сегодня уже набрана сильная сборная Казанского федерального университета, за плечами которой ни одно выступление на крупных площадках. Мы проделали огромный путь к тому, чтобы попасть на чемпионат Европы и на чемпионат мира. Это не просто так. Любая желающая команда туда поехать не сможет. Тренировки проводит сама Лариса Маслова и ее коллега, главный тренер Федерации фитнес-аэробики Республики Татарстан Екатерина Ячменева, которая ранее работала по этому же направлению в Москве, но решила популяризировать его и в своем родном городе Казани. Фитнес-аэробика в Москве существует уже более 20 лет, в Федерации Москвы и Федерации России. В Татарстане это всего 5 лет нам исполнилось в прошлом году. Мы на начальном этапе, но уже достигли неплохих результатов. Надо сказать, что выдержать хотя бы разминку перед основной частью сможет далеко не каждый. Это требует большой силы, упорства, хорошей растяжки и выносливости. Участницы должны совершенствовать каждый из этих качеств изо дня в день, чтобы добиться таких результатов, которые помогут одержать победу в международных соревнованиях. Успевать все везде, в кратчайшие сроки, укладываться в дедлайны. Мы здесь тренируем не только свое тело, но и свой характер. Мы воспитываемся морально, потому что тренера вкладывают в нас терпение, труд, упорство. Это не только физическая подготовка. Не каждый выдержит это морально. С 23 по 27 мая 2017 года сборная приняла участие в чемпионате первенства Европы по фитнес-аэробике в городе Карловы Вары, Чехия. Несмотря на то, что девушки не заняли призовых мест, это стало для них личной победой и полезным опытом. И у нас было второе выступление, финал. Мы уже собрались и выступили достойно, нас похвалили. В целом выступлением довольны. Но после выступления оставалось мнение, что я могла бы сделать и лучше. За время, проведенное вместе, девушки стали настоящей семьей. Они поддерживают друг друга вниз зала, а вспоминая пройденные этапы, наперебой рассказывают интересные истории. Даже когда мы ездили на сборы и там были какие-то волшебные пеньки, скажем так, или деревья, которые исполняют ваши желания, то мы всегда загадывали одно желание – получить КМС. И оно сбылось. Ура! Впереди у этой большой и дружной семьи еще не одно громкое событие. В сентябре она выступит на чемпионате и первенстве мира в городе Лейдене, Нидерланды. А сейчас они набираются сил и усердно тренируются для того, чтобы поразить зрителя и победить сильнейших соперников. Мы усложнили программу, у нас появились новые поддержки, новые фишечки, связки, взаимодействуем очень много в парах. Надеемся, что судьям очень понравится, они оценят. Вот иди так. И девушки, и их наставницы не скрывают взаимного восхищения и чувства благодарности друг к другу. Пользуясь случаем, они не скупятся на добрые слова. Дорогие тренера, спасибо вам большое, что вы у нас есть, что вы взяли всю нашу большую команду себе под крылышко. Храните нас, бережете. Мы надеемся, что мы тоже будем вас беречь, ценить. Вы для нас прекрасный пример. Мы идем к своей цели и работаем все в одной большой дружной команде. Я вам желаю удачи в подготовке к чемпионату мира и выступить там достойно. Мы победим! Альбина Нуреева, Василиса Дзюба, Неделя спорта. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась Неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня за утром у Принсков. Вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»